Металлургия 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 Металлургического факультета была организована из выпускников Уральского и Ленинградского политехнических институтов кафедра Металлургической печи. Начало ее учебной деятельности велось при участии и контроле со стороны родственных кафедр и профессоров Гринькова, Китаева, Кузьмина. История развития кафедры навечно отражена в ее научных успехах и поиске новых путей совершенствования производства. Открытиями, которыми богат исследовательский путь, нашли свое воплощение в 8 патентах, 76 авторских свидетельствах. Они неразрывно связаны с металлургическим комбинатом. Совершенствование работы тепловых агрегатов, проектирование конструкции печей, котлов, словом, всех тех энергетических механизмов, без которых немыслимо производство. Начиная с 59-го года, 60-х годов, коллектив кафедры начал готовиться к выпуску уже специалистов теплотехников. Сначала было выпущено несколько групп теплотехников из числа целеплавильщиков, прокатчиков по этим технологическим специальностям. А начиная с 62-го года мы начали готовить специалистов по металлургической теплотехнике, автоматизации производственных процессов. В 70-х годах, по просьбе комбината, мы начали готовить специалистов по промышленной теплоэнергетике. Вот так уже в этот исторический период, сейчас мы уже подготовили в общей сложности свыше 2,5 тысячи теплоэнергетиков. Значительная часть из них работает на комбинате, обеспечивая работу тепловых электростанций, парокислородной станции, газового цеха и, само собой разумеется, всей металлургической теплотехнике, энергетике комбината. И это далеко не полный перечень успехов ученых. Работы по совершенствованию работы нагревательных мартеновских печей, проектирование систем автоматического управления и интенсификации тепловой работы печей. Вот те направления, по которым двигалась мысль ученых. И в сегодняшнее экономически трудное и нестабильное время отрадно видеть, что не угасло желание служить науке. И показателем этого явилось успешное утверждение кандидатской диссертации аспирантом Денисом Замосковцевым по теме применения ультразвуковой диагностики горна доменной печи для управления доменной плавкой, выполненное под руководством профессора, доктора технических наук Николая Ивановича Иванова. И верится, что этот молодой ученый достойно занял свое место в славном ряду воспитанников кафедры. Так что же влечет молодые ищущие души оторваться от алчного желания заниматься пресловутым бизнесом? Почему не хотят ребята торговать в ларьках? А идут они непрерывным, страждущим дознанием потоком к тем людям, которые могут научить их использовать свои умения в жизни? И почему из славного ряда профессий, щедро предоставляемых университетом, они выбрали именно эту? С этим вопросом мы и обратились к студентам. Лекции хорошие, лабораторные установки тоже. Все интересно. Наша специальность более применима в разных отраслях промышленности. Вот это меня не привлекло. Выборы, выборы нашей специальности. Власть неизвестна какая будет. Сейчас все меняется каждый день. Образование надо. Да можно и в бизнесе найти применение с этой специальностью. Можно производство какого-то организовать. Да все, все мелко, это скоро все кончится, скоро будет все крупное производство в основном будет. Для этого нужно иметь специальность в высшее образование как минимум. Кафедра сегодня – это опытный и профессиональный преподавательский состав. Это 24 человека, из которых 8 имеют звание кандидатов в технических наук. Эти люди обучают ежегодно не только своих воспитанников, но и почти полторы тысячи студентов всех кафедр университета. Причем об уровне знаний, предоставляемых специалистам, можно судить по количеству преподаваемых предметов. А это практически 40 дисциприн, охватывающих как вопросы теплоэнергетики, автоматического регулирования производственных процессов, научно-технического творчества, так и математического моделирования систем. Литературы научно-технической практически нет. Приходится использовать частичный интернет, выходить в интернет. У нас в институте хорошая база для этого есть. Использовать материалы, полученные по результатам конференции научно-технической. И живое общение с преподавателями других вузов, таких как МИСИС, МАИ. В основном, связи, которые в свое время были в определенной степени нарушены, значит, с производством, с предприятиями, в настоящее время активно наша кафедра начинает участвовать и исполнять те работы комбинатов, которые ведутся ММК по теплоэнергоснабжению, мы хотим показать, что мы что-то умеем, что-то знаем, мы консультируем. Конечно, в пору, которую многие называют временем перемен, и большинство из них направлено не в лучшую сторону, тяжело отрешившись от всех неприятностей, связанных с бедственным положением науки в стране, отсутствием должного финансирования и не только для исследований, но чаще всего на выплату элементарной заработной платы работать даря знания. И в такой обстановке сплоченный, благодаря совместной работе, трудовой коллектив справляется с успешно предоставляемой руководством университета задачами. Данная кафедра не выпадает из общего состава кафедр, а может быть в некоторых моментах и является передовой. Можно привести пример по науке. Значит, у них есть серьезные разработки, и они являются в этом смысле не в середине, а впереди. Эта кафедра у нас одна из старейших, и несмотря на это, обычно по мере того, как кафедра стареет, прием все хуже, хуже становится, за редким исключением, конечно. А эта кафедра всегда нам обеспечивает нормальный прием абитуриентов, а самое главное, студенты на этой кафедре очень хорошо учатся. У них очень интересные дипломные проекты, многие из которых, ну, в общем-то, годятся для внедрения в производство. Кафедра, несмотря на, будем так говорить, средний возраст преподавателей, в общем-то, имеют и молодую поросль ученых, которые, так же, как и старики, на кафедре пользуются среди студентов уважением и, в общем-то, работают со студентами прекрасно. Есть чем гордиться преподавателям. Их выпускники работают по всей России. Многие занимают ответственные производственные должности, и их дети возвращаются в родные стены, где их уже ждут. Создавать у студентов повышенный интерес к учебе, заставить ярче разгореться в их глазах, увлечь ум порывом творчества – эту роль взяли на себя ученые. Оборудование лаборатории термодинамики и технологии сгорания топлива, гидрогазодинамики, металлургической теплотехники, теплогенераторов и холодильных установок помогает ребятам увидеть и глубже понять суть процесса, разобраться и придумать новые пути использования энергии. И это же помогает самим преподавателям отдаться работе со всей душой и сердцем. Кафедра сегодня – это наш дом, это наш хлеб. Да, это второй дом, вторая семья. Все вместе много лет здесь. Образовавшись в далеком 38-м, выполняя нелегкую, но очень важную роль воспитания молодых инженеров, кафедра выросла в могучий инструмент научного познания. Инструмент, который почти всегда необходимо подтачивать и обновлять. И радостно видеть, что во время, когда сейчас от безысходности опускаются руки, есть еще люди, чья цель – поиск новых неизведанных технологий будущего. Именно такая технология, конечным продуктом которой будет технология Энергонива, производится ветеранами науки. Уникальность ее – возможности решения актуальнейших для современности и будущего проблем очистки и восстановления всех видов стоков. В результате использования этой технологии, основанной на достижении таких наук, как астрофизика, геофизика и термодинамика неравновесных процессов, из отходов производства можно будет получить чистую воду, электроэнергию и множество необходимых металлов, одновременно решая экологические проблемы загрязнения окружающей среды. Здесь вырисовывается несколько направлений. Первое – чистое такое направление, энергетическое. Абсолютная независимость установки от каких-либо месторождений, от местности, либо водичка была. Какая вода – неважно. Болото, озеро, море, ледник или еще что. Пусть она будет самой грязной, неважно. Второе направление – это металлургия. Во всех ее переделах. И цветная, и черная металлургия. Все, что угодно. Притом, результатом является полиметаллический порошок. Если его разделить, практически можно оттуда извлечь половину таблицы Менделеева, кроме активных. Время – большая и бесконечная река, волны которой – наши успехи, взлеты и падения. 60 лет – достойный рубеж, на котором можно оглянуться на пройденное и, сделав выводы, отправляться в дальнейшее плавание. Приятно видеть, что к этому событию кафедра пришла гордость за свои достижения. Многие из них с успехом реализованы в производстве. Она не потеряла своих лучших специалистов, постоянно увеличивает свой потенциал и с надеждой смотрит в будущее. А это будущее только тогда станет светлым, когда, наконец, рассеются тучи над Россией, и страна снова повернется лицом к науке. И мы займем достойное нас место в мире. Кафедра, конечно, делает все, что можно и свернула своих научных работ. Она поддерживает связь с комбинатом, она поддерживает связь с другими предприятиями, институтами, участвует в конференциях международных. Кафедра будет, я думаю, разворачиваться в большей степени, поскольку недалек тот день, когда мы будем думать о выпусте не только теплоэнергетиков, но и о теплотехниках, которые, в принципе, необходимы народного хозяйства. Потребность в инженерах есть. Попытка улучшить подготовку есть. Мы стараемся это сделать. Жизненно необходимо готовить преподавателей. И мы думаем, что эти молодые ребята, которые придут к нам, сейчас пришли, они продолжат это делать. Вот и подошел к концу наш фильм. И хочется сказать слова благодарности людям, чья судьба и профессия учить и преданно служить делу науки. Сказать вам спасибо от имени тысяч выпускников за те знания и умения, которые вы подарили нам и Родине. Счастья тебе и успехов! Кафедра теплотехнических и энергетических систем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова